Я не могу утверждать, потому что я этого не видела, но Виктор Александрович мне рассказывал, что такое есть. Когда он выходил из своего тела и туда летал, он говорит, я увидел стену и увидел автографы того же Эйнштейна. Я видел росписи наших знаменитых ученых, художников, которые, ну, тот же Целковский. Он говорит, я был крайне удивлен, потому что я считал, что вот дано сверху, может приснилось, может еще. А когда я увидел автографы этих людей, я понял, что это все происходило не просто так, и что им какое-то знание было дано тоже не просто так. Значит, они были кем-то избраны, и им даны были знания, которые они смогли оценить и воспроизвести, дать какую-то пользу. Да, Виктор Александрович рассказывал о такой стене. Я не могу сказать, что я ее не видела, но он рассказывал. И он также сказал, что на Луне, Луна это не такая, это не планета, а это перевалочная база для других ракет, которые другие цивилизации себе просто устроили. Говорят, у них там есть такие подземные бункеры, где они свои ракеты прячут. Они перевалочный пункт. Для этого нужна Луна. Это было его желание. Когда он хотел, он это производил. Единственное, что он в это время просил, он просто говорил, что вот я сейчас уйду в другую комнату, и пока я не выйду из нее, даже дверь не открывай. Потому что я выйду из собственного тела, и я должен в него вернуться до миллиметра, чтобы оставалось так, как оно есть. Потому что по-другому быть не может, иначе могут быть психические изменения. Но был также случай, когда он с нашими вышестоящими органами пытался доказать, что он это может. Они его проверяли, они говорили, давали задания. Вот в таком-то городе вы должны прилететь туда-то, посмотреть и сказать там, как название улицы такой-то. Он это все делал, они фиксировали, все это делали. В один из дней они его попросили. Я не знаю, насколько это можно рассказывать. То есть, было запущено какой-то аппарат, который не раскрылся. И они его попросили. Вот мы вам покажем рисунок этого аппарата. Вы со своими друзьями, поможет они вам, не помогут, как. Но вы туда долетите, посмотрите и нам скажете, почему не работает станция. Он говорит, хорошо. Был назначен день, было назначено время, он пришел. И, значит, ему было сказано, вы знаете, мы передумали. Мы не будем показывать вам картинку, как выглядит станция. Мы вам скажем место, вот где оно будет находиться. А вы, когда прилетите, вы должны сами зарисовать и нарисовать, что это будет. Он говорит, хорошо. Эксперимент был проведен. Он вылетел, посмотрел. Значит, там не открылась какая-то антенна. И он по своей душевной простоте, он ее попытался, значит, сделать. Антенна открылась. Все заработало, все замечательно. Он вернулся обратно в тело. Людьми было зафиксировано, что он им помог. Он нарисовал точно рисунок этого аппарата. Все замечательно, все чудесно, кроме одного. Виктор сказал, что, говорит, когда я вернулся в собственное тело, я, говорит, почувствовал сильнейшую усталость, и мне было настолько плохо, что я, говорит, еле ходил. Я добрался до дома и обратился к своим друзьям, чтобы мне помогли, потому что я ощущал, что я, ну, почти умираю. И ему было сказано, вы получили такой рентген, что вы не должны уже жить. Он тогда, они помогли, друзья помогли справиться с этой ситуацией. Но когда он потом нашим вышестоящим товарищам сказал, говорит, почему вы не предупредили меня, что там будет вот такая радиация, и я могу получить огромную дозу радиации. Ему спокойно ответили, а мы не думали. Вы же тело оставили здесь, а вы вылетели в оболочки. Мы не думали, что вы получите такую радиацию. Виктор Александрович сказал, извините, ребята, вы меня сейчас просто уничтожили. Это чудо, что меня спасли. Поэтому я с вами больше не работаю. Я не знаю, в какой оболочке, как я летаю. Вы должны были меня предупредить, что там есть опасность. Я бы, говорит, справился, я бы что-то сделал, чем-то защитился. Я бы, может, туда не лез, куда мне не надо. Вы обо мне не думали, вы думали о себе. У вас не открылся аппарат. А то, что я мог погибнуть, вас это не интересовало. Поэтому извините. Виктор Александрович мне сказал, я, говорит, просто умирал. Меня спасли мои друзья. Если бы не они, я, говорит, бы просто... Я получил радиацию больше, чем Чернобыль. Мне это интересно. Это несомненно. Но дело в том, что Виктор Александрович меня очень оберегал. И он говорил, я не знаю, как твоя психика воспримет, и чтобы ты не сошла с ума. Я не знаю, сколько тебе можно дать нагрузку, и какую информацию, и как это все произвести, чтобы ты это восприняла нормально. Поэтому мне легче тебе говорить, что ничего не было, все нормально, и ты жила спокойно. Мне нужна нормальная жена. Виктор Александрович знал, с какой планеты они ему сказали, откуда они прилетели. Самые близкие люди знали об этом. Он говорил. Откуда, что и какой контакт. Но, он говорит, так много людей, которые, узнавая информацию от других, выдают за свою, что я не говорю никому точные данные и точную планету. Только самым близким. Потому что были случаи, когда мне переслали знакомые в интернете передачу, два молодых человека, один другого вводил гипноз, они общались с душой Виктора Александровича, задавали ему вопросы в течение там не менее часа, а может и полутора часов. Я все это просмотрела и сказала, ребята, вы меня извините, это блеф. Если бы эти люди находились рядом со мной, буквально один-два вопроса, я бы их вывела на чистую воду. Потому что они называли другие планеты, контакты, они там, извиняюсь за выражение, такую муру несли. Я просто смотрела и думаю, ну как же так можно? Уже человека нет, он не может защититься, а чтобы поднять себя, возвысить, чтобы где-то в интернете тебе какие-то лайки были. Пользоваться именем ушедшего человека это подло. Потому что то, что я увидела передачу, это просто сфабрикованное вранье. В один из дней я проснулась ночью и увидела в углу голубой шар. я смотрела пристально буквально ну 3-4 секунды. Потом от неожиданности не знаю от чего я закрыла глаза и открыла, шара больше не было. На следующий день я у Виктора Александровича, мы тогда еще жили в разных местах, я его спросила так аккуратно, спокойно. Я говорю, ты ночью ко мне сегодня не приходил? Он говорит, а что? Я говорю, ты знаешь, я видела какой-то энергетический шар, он был голубого цвета и прозрачный. Он говорит, приходил. Я говорю, ну это было, вот я закрыла глаза, открыла, его уже не было. Он говорит, а я боялась тебя напугать. Не знаю, я не могу утверждать. Он мне сказал, что он был. Но было ли это правда? Сложно сказать. Были какие-то сны, как мне мои знакомые сказали, ты, говорит, сновидящая, тебе все говорят во сне. Я иногда боюсь спать, чтобы не увидеть чего-нибудь плохого. Это бывает крайне редко, но вот когда приходит человек, да я его и сама прошу, я говорю, ну во сне хотя бы появись, мне не хватает тебя. Был случай, когда, ну это сон, сложно сказать. Я увидела, я не знаю, как это, веранда, как будто летняя веранда с навесом, тентом, и на ней много-много стоят какие-то топчаны, кровати, не знаю, и все люди, лежащие, огромная, вот, огромная территория, все лежали в белом. Может, это просто, не может, я не знаю, что, но ничего цветного не было. Я сразу увидела Виктора Александровича, и я подошла к нему. Я наклонилась, просто наклонила голову, прижалась к его плечу. В это время появилась женщина, которая очень удивлена, подошла, что вы здесь делаете? почему вы здесь находитесь, вам нельзя здесь находиться? Я от неожиданности сказала, я говорю, мне можно, мы молодожены, мы так любим друг друга. Она говорит, быстро отсюда уходите, это не ваше место, быстро уйдите. И я проснулась. Я не знаю, что это за сон, и где я была, и что мне показали. Я видела, что много-много людей лежат рядами. Что это было, может, для моего понятия, мне просто как ребенку объяснили, что где-то есть территория, где какие-то души находятся, лежат, чем-то занимаются, не знаю. Где-то есть место, что они не ушли из жизни. Они продолжают где-то существовать. Но это сон, поэтому я считаю, что мне что-то показали, и я в это верю. Я могу только на примере сказать, что случилось в той же аномальной зоне в Малепке. Еще когда был Виктор Александрович жив, мы контактировали, просто нас познакомили с целительницей, которую звали Наталья. И вот она нам рассказывала, что уже после ухода Виктора Александровича с ней мысленно, она говорит, я услышала в голове голос, что мы контактировали раньше с Виктором Александровичем, хотите ли вы контактировать с нами. Она говорит, мне это было интересно, и я сказала, да, конечно. Она говорит, давайте встретимся, но только я приду не одна, это будет уже когда стемнеет поздно ночью. Они говорят, назначили время, все, я пошла с мужем. И придя на место в точное время, я увидела, стояли три человека с глазами анголоидными, такими горизонтальные разрезы, и они были высотой метр пятьдесят. так как эта информация все-таки везде ходит, и мы говорим об этом, я поняла, что это раса серых. Она говорит, с ними мне контактировать не захотелось. Я сказала, извините, с вами в контакт, я не хочу входить. Мы сделали три шага назад и бросились оттуда бежать. Виктор Александрович рассказывал, что он контактировал с расой, которая была два метра высотой. И если первое время они приходили в каких-то блестящих таких плащах, то последнее время, в последний контакт они пришли как грибники. Он говорит, я был крайне удивлен, я даже подумал, может, я перепутал, может, это не они, мне надо переждать, пока люди уйдут, появятся мои друзья. Когда я увидел, что нет, это они, они шли в нашей одежде, единственное отличие, на улице был сильнейший дождь, гроза, я находился в плаще в плаще, закутывался, чтобы не промокнуть, они шли совершенно спокойно и по виду как будто они находились под какой-то колбой. Капли не достигали ни волос, ни одежды, они как-то скатывались, хотя я этого купола не видел, но капли не достигали тела. И значит они говорили о том, что Виктор Александрович спрашивал, почему вот мы когда контейнеры приносим, отходим, они подходят, потом говорят, они отходят, я подхожу, почему мы не контактируем, почему из рук в руки нельзя передать. Они ответили, что у вас на земле столько инфекции, какие-то вирусы, на которые мы еще не готовы. Мы, говорят, боимся что-нибудь подцепить, поймать, чем-то заразиться. Поэтому мы от вас загораживаемся, чтобы нам было все спокойно и нам было хорошо. Поэтому, говорят, рукопожатий таких у нас не было. У нас всегда было какое-то такое расстояние, и они себя огораживали, чтобы не входить. Видела как-то передачу по первому канону, первый или второй, Малахов вел, что они со своей группой людей ездили в аномальную зону в селение Малепка. Я просмотрела всю передачу. сидела, думаю, ну, сейчас я что-нибудь увижу, что-нибудь необычное, что-нибудь, ничего подобного. Я не увидела ничего интересного. Мало того, что когда, извиняюсь, Малахов показал нам три березы, а эти три березы я знала, я знала, что это портал, я знала, что происходит с этими березами. Когда снег везде зимой стоит, а возле трех берез травка зелененькая, я очень хорошо знала это место. И я увидела те березы, которые показал Малахов. Я сказала, ребята, это профанация. Это то, что показывают, это далеко не то. Я тут же набрала номер телефона в Малепку и спросила, вы видели передачу? Они говорят, видели. Я говорю, а почему там взяли интервью какой-то бабушки, какого-то мужчины, и они сказали, да, мы никаких тарелок не видели, мы ничего тут живем спокойно, ничего тут нет, это все слухи. И вот наши знакомые сказали, говорят, все знают, что вот целительница Наталья, она говорит, ко мне никто не подходил, со мной никто не общался, хотя вся деревня знает, что я и лечу, и какие-то со мной происходят случаи, ко мне не обращались, кому они обратились, с кем они общались, сложно сказать. А то, что там ничего не происходит, люди говорят, местные жители, я не буду говорить за малюбку, я только скажу из Каменки, которая находится в соседней деревне, они говорят, мы настолько привыкли, что летают эти тарелки, они говорят, ну, каждый божий день летают, мы настолько к этому привыкли, что мы просто на это не обращаем внимания. Для нас это, ну, просто так, раньше было развлечением, а сейчас, говорит, это для нас повседневность. Я не контактировала, я только слышала, как мне рассказывал Виктор Александрович. Во-первых, первый вопрос, зачем вам это надо, просто обыкновенное любопытство, или вам это надо для повышения уровня жизни, для самосознания, для чего? Значит, как он мне говорил, первое, что осмысленное, когда вы видите что-то непонятное, какой-то образ или что-то, ну, контактеры, обычно так принято, поднять руки и показать, что у вас нет в руках ни оружия, и вы идете с открытыми руками, у вас нет злобы, если с той стороны захотят с вами контактировать, ну, если они сумели долететь до нас, то уже у них цивилизация не такая, как у нас, поэтому они сразу войдут в контакт или в голову, или найдут способы, если надо войти с вами в контакт, если нет, они точно так же могут просто раствориться, они будут находиться здесь же, но они растворятся, если вот цивилизация, ну, я бы не общалась с серыми, серые идут для повышения своего уровня, для сознания, им непонятно, откуда у людей душа, где она находится, что это такое, у них этого нет, у них там есть какие-то органы, они нас изучают, они, вот как говорят измалепки люди, они говорят, да, у нас, говорит, никого нет, мы там, никто не прилетает, только утром встаешь, а у нас, говорит, то собаки, то кошки, то свиньи, обескромленные лежат, в животе маленькая-маленькая дырочка, все органы на месте, а крови нет, они изучают нас, так вот, чтобы вас не изучали, лучше не лезть я на рожу, если надо будет войти с вами в контакт, они войдут, но сами, но если очень хочется, но покажите, что вы идете без злобы, вы идете с открытым, как говорят у нас, с открытым забралом, когда-то был случай, когда вот ему было очень плохо, он еле выжил, он обратился к своим друзьям, и они ему помогли, и они ему сказали, что постоянно помогать мы не будем, со своими проблемами, старайтесь справляться сами, здесь произошло несчастный случай, дело в том, что, ну не знаю, насколько это можно говорить на общую камеру, он менял зубные протезы, и сразу новые ему натирали десна, и он не всегда мог одеть, и чтобы ему это было безболезненно, и видно, он плохо проживал пищу, от того, что была или какая-то боль, или что-то, и он, когда завтракал, подавился кусочком сосиски, она застряла в горле, я пыталась, я знала, как это делается, я с обратной стороны наклонила, ударила, и что я только не делала, этот кусочек застрял, пока приехала скорая помощь, пока что, он задохнулся, когда я общалась потом с, ну, как мы называем ясновидящей, потому что хватаешься за соломинку, и не знаешь, как и что, и чего, то мне было сказано, что они общались, вот, ну, как бы с энергетикой, с духом Виктора Александровича, он говорит, он ушел 17 января, а хоронили его 19 января в крещение, это был праздник, и, говорит, когда связались с духом, Виктор Александрович сказал о том, что был открыт такой портал, который, говорит, я не ожидал, когда только вот наступила еще смерть, я услышал голос, вверх или вниз, он сказал, вверх, и он, говорит, я взлетел на такой уровень, который я не ожидал вообще подняться, подняться, сейчас, говорит, занимаюсь совсем другой работой, не той, которой я занимался на земле, я думал, что мне предназначено вечно, пожизненно лечить, помогать, нет, я не могу сказать, но, говорит, у меня совсем другая работа, я говорю о том, что если бы люди знали, как хорошо наверху, они не боялись бы смерти, я всегда говорила, что у меня ощущение, что меня бросили, а мне ответили, что это было его выбор, и ты не имеешь права его судить, он сам сделал выбор, вверх или вниз, вернуться, или может, он дождался скорой помощи, ему помогли, он так решил, ты должна принять его решение, и не, о чем не сожалеть, и его не осуждать, это его решение, это его жизнь, у него были ученики, он занимался с ними, он пытался, но не все успел передать по времени, если сказать честно, он хотел передать это своим дочерям, но он говорил, что возможности у дочерей есть, но одна находится, находилась очень, она сейчас находится очень далеко, а у второй просто не хватало времени, и она думала, а потом когда-нибудь чего-нибудь, жизнь такая штука, что надо вот сегодня пользоваться тем, что у нас есть сегодня, мы не знаем, что будет завтра. Я разговаривала со второй дочкой и говорила, что папа просил тебе какие-то бумаги, какие-то что-то передать, какие-то книги, что-то для изучения и продолжения. Она сказала, что дело в том, что сначала мы думали, что мы все успеем, у нас все впереди, а сейчас я боюсь, чтобы не навредить самой себе. Она говорит, я прихожу на работу, и мне человек говорит, ой, ты знаешь, у меня так болит голова, она говорит, я не подхожу к человеку, я не протягиваю руки, я ничего не делаю, но через пять минут у меня начинается сильнейшая головная боль, и у этого человека все проходит, я к нему не подходила, она говорит, я теперь боюсь выслушивать, что кто-то у кого-то чего-то болит, она говорит, я не знаю, как от этого защититься, я говорю, может, найти каких-то людей, которые тебе помогут, которые тебе объяснят, может, потренируешься с ними, я не хочу в это лезть вообще, я говорю, ты знаешь, твой папа говорил по-другому, что ты ребенок индига, и ты рождена для определенной цели, если ты не будешь заниматься тем, что тебе предназначено, тебя будут наказывать другие силы, ты это понимаешь? Не знаю, не знаю, я живу, как я живу, а там мы посмотрим, но вот Дара о том, что она может снимать боль, она это говорит, она говорит, я не знаю, как от этого защититься, а снимать могу. Друзья Виктора, которые инопланетные, они продолжают свою работу, у них есть цель, они пытаются сохранить нашу Землю и что-то сделать, они не могут остановиться с уходом одного человека, контактеров очень много, просто никто об этом не говорит, кто-то вот мой муж лечил, а кто-то не лечит, кто-то просто занимается чисто какой-то работой, я не знаю, как их назвать, зеленые, там еще кто-то, не знаю, но работа идет, и друзья, которые с других планет, они, я считаю, что они не желают нам зла, они пытаются нас направить на путь истинный, а мы хулиганим, как можем, если инопланетяне говорят, что они не могут понять, что такое человеческая душа, мы должны ее сохранять и нести добро, и меньше думать о себе, а больше думать о других. Я, ну, это я считаю, что если после нашего ухода нас вспомнят добрым словом и скажут нам спасибо за то, что мы принесли какую-то пользу, что мы не просто так существовали, лишь бы накопить себе какие-то короба золота и драгоценностей, а мы чем-то помогли человечеству, нашей земле, нашей цивилизации. я считаю, что мы песчинки, но если нас соединить, нас много, то мы принесем огромную пользу. Я считаю, что люди должны оберегать добро в своей душе. Это очень много значит. Давая тепло другим, мы этим живем. Например, я получаю удовольствие, делая добро для других. Мне говорят, зачем ты себя так растрачиваешь? Я говорю, я не знаю, я без этого жить не могу. Принося добро и радость другим, я получаю от этого удовольствия. Может, я не такая, как все, может, я глупая, можно говорить все, что угодно, но я такая, какая я есть. И я всегда говорю, ребят, чем больше добра мы сохраним в нашей душе и на нашей земле, я думаю, что всем от этого будет лучше. Я не могу смотреть фильмы про войну. Я не могу сказать, что я категорически их отрицаю. Нет, это наша история. И сейчас то, что происходит, это больно. Я не могу смотреть эти фильмы. Мне тяжело. Вот точно так же я не могу смотреть на сорванные цветы. Я не могу видеть, когда люди идут по улице ради своего удовольствия просто срывают зеленые листья, а вот им так захотелось. Ломают веточку, через метр они эту веточку выкинули. Вы нанесли маленькую травму растению. Сегодня растению, завтра человеку, послезавтра еще кому-то. Думайте о своей душе. Это благо, которое нам дано и не дано в космосе другим цивилизациям. Мы должны это беречь. Редактор субтитров